Всем привет! Меня зовут Гульнас. Если вы первый раз на моем канале, то обязательно подписывайтесь для того, чтобы вы не потерялись и виделись в будущем. Ну а сегодня мы сошьем простой головной убор, который состоит из двух частей. Бони, шапочки, трубы, как ее называют еще, и амирки, верхней ее части. В будущем у меня выйдет видеокурс по мусульманской одежде. Поэтому, если вы хотите создать свой гардероб по шариату, то следите за новостями. Ну а пока доступен мой первый видеокурс по женской одежде, в котором я рассказываю подробно о том, как создавать лекала и моделировать их, а также качественно, красиво и по технологии шить различные виды юбок, брюк, платьев и рубашек. Нас уже более 100 человек, поэтому присоединяйтесь к нам тоже. Для того, чтобы получить видеокурс, напишите мне на почту happinesssobachka.gmail.com Нам понадобится трикотажная ткань. Достаточно будет 50-60 сантиметров в длину ткани, при ширине 140-150 сантиметров. Это стандартная ширина. Мы берем трикотаж, потому что он очень хорошо тянется. Он эластичный, и поэтому голове будет комфортно. Если вы будете шить их только на обычной швейной машинке прямострочке, то вам понадобится сегодня две нитки. Две, потому что мы будем подгибать и обрабатывать срезы края у шапочки и у амирки двойной иглой. Эта игла универсально подходит для любых бытовых машинок. В основании имеет один стержень, затем расходится на две иглы. И для каждой иголки нам понадобится отдельная нитка, которая будет заправляться сверху. Также нам понадобятся портновские ножницы для раскроя ткани, кусачки, ножницы для обрезки нитей, булавки и колки и мерная лента. Нам понадобится снять две мерки. Первая будет предназначена для внутренней шапочки трубы. Вы просто замеряете обхват головы примерно на уровне лба. Можете снять его по косой, поскольку, скорее всего, шапочку вы будете носить именно под иглом. То есть от лба до затылка. Второй обхват будет предназначен для верхней части головного убора амирки. Вы замеряете ее в круговую по лицевой части головы. Это будет второй обхват головы. Нам необходимо будет скроить два прямоугольника в длину, так, чтобы они располагались вдоль кромки, которая есть у ткани. В ширину шапки должны располагаться по уточной, то есть поперек кромки. По уточной ткани намного лучше тянется, и вам будет намного комфортнее. Прямоугольник первый, который поменьше предназначен для внутренней шапки. Ширина прямоугольника должна составлять обхват головы первому. Можете кроить без припусков, поскольку трикотаж тянется, и если вы сточаете срезы на 5 мм на сантиметр, то вам все равно не будет тесно. Разумеется, многое зависит от степени растяжимости трикотажа. Какой-то трикотаж тянется сильно, а какой-то практически и не тянется. Можете для начала попробовать скроить с припусками, а затем примерить и, если что, внести поправки, поскольку каждый трикотаж индивидуален. Длина первой шапочки внутренней будет 30 см в готовом виде. Но еще добавим 6-8 см для того, чтобы подогнуть вовнутрь и прострочить. Чтобы внешние края шапочки были аккуратными, и если вы не хотите иметь лишних швов прямо на лбу, можете сделать этот припуск не сантиметровым, а как раз чуть побольше, 6-8 см. Со второй стороны срезы мы просто подогнем и сточаем. Достаточно будет 1 см. Теперь большой прямоугольник. В раскрытом виде его ширина равна обхвату головы второй. У меня это 57 см. Длина прямоугольника 50-60 см. В зависимости от того, какой длины вы хотите иметь шапочку по задней части головы. Я взяла 55 см в длину. С каждой стороны срезы мы просто подогнем на сантиметр и прострочим. Ну и еще один нюанс. Мы можем видоизменить нижний срез верхней шапочки. Шов по этим срезам будет располагаться вдоль шеи, спереди. Для того, чтобы вся эта масса не собиралась в сборку вдоль шеи, мы можем немного сократить спереди. От нижнего среза поднимемся сантиметров на 15. Теперь проведем линию под прямым углом к этому срезу, а затем плавно начнем уводить к сгибу. Старайтесь делать линии плавными, без каких-либо углов. После примерки, если что, вы сможете внести поправки в эту линию. И лишнее сразу вырезаем. Теперь складываем обе шапочки лицом к лицу, совмещаем срезы и стачиваем вдоль всей длины шапочки. Затем просто вставляем двойную иглу, заправляем две нитки и подгибаем срезы. Начнем с маленькой внутренней шапочки. Подогните сантиметр вовнутрь. Закрепите вкруговую булавочками. Выверните шапку наизнанку и начинайте со среднего шва. Положите лицом шапочку наверх и строчите так, чтобы левая крайняя иголка была на расстоянии примерно 8 мм от сгиба, от края шапочки. Пристрочили одну сторону, она эластичная, хорошо тянется. А теперь вторую сторону шапочки. Выверните шапку наизнанку, подогните 6-8 см вовнутрь. Закрепите иголочками, при необходимости можете сметать. И также необходимо будет проложить эту строчку с помощью двойной иглы по круговой. Затем переходим к верхней большой шапочке. Подгибаем также сантиметр вовнутрь и даем эластичную строчку с помощью двойной иглы. Вторую сторону прямую. Также подгибаем на сантиметр и снова даем в круговую строчку. И на этом наша шапочка и омелька готовы. Все швы прекрасно тянутся. Трикотаж не потерял своей эластичности. Если где-то строчка была неполной и машинка пропускала некоторые стежки, то вы можете под ткань, под трикотаж просто подложить какую-нибудь бумажку, либо кальку и строчить вместе с ней. После того, как строчка будет готова, бумажку можно будет убрать. Как видите, все очень просто, поэтому обязательно шейте. Такую шапочку с амиркой можно одевать как в повседневной одежде, так и со спортивной. Она отлично держится на голове и не требует никаких дополнительных булавок и иголок. Поэтому вы можете с комфортом и уверенностью заниматься даже активными видами спорта. С вами была я, Гульнас. Подписывайтесь на канал. Мы увидимся с вами совсем скоро. Желаю вам успешного дня. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok